Хорошо, нелепые диалоги в фильмах для взрослых. Всё, поехали, смешные диалоги в порнухе. Какой вы слышали лучший диалог в порно? Моя подруга сама срежиссировала и сама снялась в порно, где она играет сбежавшую из психушки девушку. Какая-то девка путает её со своим гинекологом и даёт ей провести обследование. Подруга прикладывает ухо к её влагалищу и говорит «Я слышу океан». Бля, ну это очень двусмысленно. Типа, там настолько всё разъёбано, что поместится даже целый океан, блядь, или чё? О, ну это вообще охуенно, конечно, снятие порнуху для себя, это да. Мне срочно нужен новый круг общения. Не та дырка. Нет такого понятия, как не та дырка. А что если это... Блядь, это диалог в порнухе. Не та дырка. Нет такого понятия. Все дырки те, блядь. Это, кстати говоря, блядь, это, кстати говоря, философски. Это, кстати говоря, охуенно, это философски, типа, это же так. Это уши. Ты что, не слышал? Не бывает не той дырки. Я тебя не слышу, у меня член в ушах. Вообще-то мы сейчас никого не набираем, но у меня для тебя есть работка. Огонь. Запомню и теперь буду использовать эту фразу. Ну, это вообще-то, кстати, обычная фраза, она не кринжовая. Ага, но я буду использовать её как кандидат. Ребят, я знаю, что вы сейчас никого не набираете, но здесь есть работка для меня. О, то есть... Ну, типа, блядь, но она не кринжовая, не знаю. Ты думаешь, если я у тебя отсосала, значит, я и поебаться не против? Мать... Но опять же, если посмотреть, то это не равно, ну, бля, это, на самом деле, разные вещи, так что... Мать подходит к двери в комнату... Так, кто-кто подходит? Я у тебя отсосала, значит, я и поебаться не против? Мать подходит к двери в комнату дочки. Мама, а что это ты делаешь? Сестра ебётся с братом. Сестра, ничего, мам, просто мастурбирую. Мама, а, ну, удачи. Мать уходит. Что? Из двух этих, блядь, это, знаете, это всё равно, что... Это всё равно, что, типа, подходит мать... Подходит мать к вашему... К вашей двери, блядь, такая, и слышит какие-то странные звуки. А вы там с батей ебётесь, блядь. С её мужем, с мужей вашей мамы. Вот, и она такая говорит... Вася, что ты делаешь? А вы такие, с братом ебусь. А она такая... Ох, фух, блядь, хорошо, что не с отцом. Ну ладно, не буду мешать. И уходит, блядь. Ты почему? Это то, это... Блядь, типа... А-а-а... И батя такой, фух, блядь, как... Хорошо придумал, блядь. Она имела в виду... Такое, пронесло, блядь. Блядь, мой сын, блядь, мой сын, блядь. Вот так вот. Вот, ну удачи. Типа шанс, что дочь кончит 50 на 50? Есть видос Соттен Фоллс. Она пытается залезть в дом через окно, а её сводный брат ловит её и шантажирует. Ведь когда он сделал то же самое, она всё рассказала отцу, и у него были проблемы. Разговор с отцом просто уморительный. Не, кстати, блядь, я думал, там другое будет. Очень распространён... Распространённый сюжет порнухи, когда баба куда-то хочет пролезть и застревает там. Ну, как правило, она застревает, конечно, в очень абсолютно странных проёмах, типа... Типа, блядь, она пытается пролезть, нахуй, в дверь для проезда самосвала, и она вот здесь лезет на корточках в этом огромном ангаре. Вот, она... Она лезет на корточках, и тут она внезапно говорит «Ой, я застряла!» И случайным образом здесь находятся все дальнобойщики, которые возят фуры. В этот момент они все находятся здесь. Ну, я не буду всех рисовать, их примерно 20. И вместо того, чтобы помочь ей вылезти из места, из которого она может вылезти сама, они начинают её смеяться и ебать. Типа, ха-ха-ха, тебе не повезло. Ты, блядь, это... Ну, порнуха. Что ещё сказать? Оттам залазит в комнату. Брат, а-ха-ха, я всё расскажу отцу, и тебя влетит. Сестра, нет, не делай этого. Что мне сделать, чтобы ты молчал? Брат, нет, я расскажу, и тебе точно достанется. Сестра встаёт на колени и тут же начинает ему сосать. Отец, эй, что это там такое? Мне показалось, я что-то слышал. Брат, неа, я просто ударился. Отец, ну ладно, я не буду додумывать, что там у тебя происходит. Веселись. Отец, кто это там? Сестра, пригнулась и врубила стелс-режим. Отец, должно быть просто ветер. Смотри, как легко этот нож режет морковь. Даже не знаю, а ты можешь показать мне что-нибудь побольше и помощнее? Глянь на этот титановый стержень. Глянь на этот бескар мандалорцев. О, своднолорец, что же ты делаешь? Это ведь не пляж, а ванная. Любой водоем опасен, если рядом нет спасателя. Дамочка, тут полметра глубины, что вы делаете? Я думаю, вам лучше уйти. А я думаю, что я останусь, и мы займемся сексом. Эм, окей. Офис. Женщина выпила стакан молока, к ней подходит босс, у которого вроде был славянский акцент. Если я правильно помню, и говорит, так ты любишь молоко. Как только она ответила, он берет стакан и засовывает в него свой член. Я ненавижу тебя. Я буду все портить. Все абсолютно портить. Что, я смотрю, тебе нравится порода немецких овчарок. Она такая, да, эти собаки такие милые и сторожевые. А что ты скажешь теперь? А, как тебе эта собака? Такая, аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Просто это был очень странный Очень странный мув Ебать, ну, после этого Челен По стакану возить, блядь, с молоком Изведено, на порнхаб можно найти Это видео под названием Do you like milk? Память подвела меня по поводу акцента, но видос все равно угарный Это искусство Глубокое дерьмо Ну вы пошли чекать, да? Вот так я встретил вашу маму детвора О да, крёшка, ты словно буйвол А я будто поезд, который мчится вверх по холму Чу-чу Чё за порнуху ты палишь? Discovery Channel Ты это серьёзно? Прямо напротив моего салата? Ну и как забыть классику? В этом районе водится парочка лимонных шлюшек Как насчёт скуби-снека? Неа А как насчёт двух скуби-снеков? Неа Ладно, а как насчёт того, что я тебе покажу свою задницу? Окей Фред смотрит на них с водительского Этот отрывок есть на ютубчике, чекайте Блять Найдите его на ютубе У нас, у нас просмотр видосов всегда дополненный, как вы знаете Ну-ка Как насчёт скуби-снек? Неа Как насчёт двух скуби-снеков? Неа Ну, если я показал тебе мою глаза? Окей Блять Блять Блять, знаете Старение, это когда Это когда в детстве Показать жопу Если тебе там девочка даже голую жопу покажет Это фу, блять Она тебя таким образом унизила И когда ты подрос И девочка делает то же самое А ты уже кончил Ничего не поменялось, но Ну да Ну да Окей По вкусу это не похоже на мясной леденец По вкусу это член Честно говоря, я бы предпочла член, а не мясной леденец Слушай, а мы уже вроде 10 секунд не смотрели на наше лимонное дерево Да, я думаю прошло уже 10 секунд, как мы не видели наше лимонное дерево Эээ, что за нахуй? Шлюха! Шлюха воруют наши лимоны! Грёбаные шлюха воровки лимонов! Будь ты лимоном, я бы положил тебя на полку и нежно ласкал Как я ласкаю все наши лимоны Я как-то смотрел порнуху, в которой член Что за фетиш с лимоном чего? Ебал свою мачеху Она посмотрела на него в один момент и говорит Не стесняйся, получай удовольствие Я до сих Я до сих Спасибо Так и начну делать, блять Это, это, это типа, блять Типа, это ебанутая фраза До сих пор использую эту фразу, даже вне сексуального контекста. Когда я начинаю стесняться, я... Блядь, чуваки, это же просто охуенная штука, вот серьезно. Прикиньте, идете вы с девушкой трахаться, да? И она не удовлетворена, то есть, она... Ей казалось, что это будет по-другому, блядь, напридумывала себе что-то. Ну, короче, вы видите, что она не то, чтобы прям кайфует. И вы ее ебете, блядь, ну, пока ее трахаете, говорите. Ну, не стесняйся, получай удовольствие, не нужно. Бери пример с меня. Блядь, просто. Бери пример с меня, да, детка, не стесняйся, получай удовольствие. Я останавливаюсь и вместо этого начинаю получать удовольствие. Трустори. Но я же какаю оттуда. Ссылка... Для непросвещенных фраза звучит примерно на 13-й минуте. Ребята, а вот про лимонное дерево. Я не рад. Я рад. Я рад that our lemon-tree finally grew. Мне, too. И спротовала фруктфу-фрукаль. Лемони-лемоний. Я знаю. Мне, too. Я не знаю. Понимаешь. Мы можем быть лимонаде, кей-лемон-пай, лимон-мерень-пай. Джоанна Энджел Так, подождите, и они потом будут ебать ее за то, что она пиздила их лимоны? Короче, история в чем? Сидят влюбленные пары и обсуждают свое лимонное дерево Он говорит про лимонное дерево, насколько оно охуенное Что они с помощью этих лимонов могут делать лимонад, лимонный пирог И вообще, блять, все у них охуенно У них есть лимонное дерево, им заебись Но тут внезапно приходит лимонная воровка И начинает воровать лимоны А как вы понимаете, они собирались делать из лимонов пирог и лимонад Поэтому надо наказать воровку членам Блять, они по... А у них диалог просто у куриных торчков, вот серьезно Нет, нет, что бан-то, блять, там ничего нет Что бан, блять? Но, в общем-то, вы поняли, она своровала лимоны Ну и все Я не буду посмотреть дальше, но, в общем... Хорошо, Бэйн и трусы... Так, а это было уже или нет? Так, дай дальше Не-а, сейчас-то нет Заткнись, или я приду и отшлепаю тебя по сиськам Прикольно, что эта фраза может звучать как реальная угроза, не связанная с сексом Это как если бы ты угрожал пнуть кого-нибудь по яйцам Пожалуйста, не рассказывай никому, что я ебал фрукт Эта порнуха еще Оскар взяла Это шутка? В первый раз, когда я услышал, как одна тёлка сказала О да, лей на меня свою сгущёнку Я просто сдох от смеха Я даже кончить не смог, так ржал Я смотрел видос, в котором баба заорала Прижми меня, как ёбаную колбасу Блять, в смысле кончить не смог? Кто в здравом уме смотрит блядское порно с ебаными диалогами и дрочит на это? Нет, в плане того, что... Серьёзно? Помню, одолжил кассету корешу, при этом не предупредив его Угораем над этой фразой уже много лет Были времена, когда люди делились друг с другом порнухой? О, мой юный падаван Было время, когда порно было действительно трудно достать Интернет был настолько медленным, что приходилось ждать 3 минуты, чтобы загрузить одну карту Нельзя было просто загуглить порно и не подхватить вирусов Но нам было достаточно, и мы были благодарны за то, что имели А если тебе улыбнулась удача, и ты раздобыл золото Вечья с кассету с реальной порнухой То её передавали как святую реликвию тем, кто считался достойным её В те времена всё было намного проще Девка Выеби меня взад, пацан Фу, нет Чел за камерой Джон, ну пожалуйста Есть видео, в котором Абелла Андерсон и ещё одна девушка трахаются с двумя парнями Они разбились по парам Я давно... Ну пожалуйста, ну вывей Видел этот ролик, но если не ошибаюсь, всё было примерно так Абелла сидит сверху на чуваке и медленно его трахает, контролируя процесс А второй чел долбит другую девку, как отбойный молоток Оператор Чувак, дайби её уже как следует Абеллу, не слушай её Челик пытается сменить позицию, чтобы Абелла была снизу Но Абелла тут же обхватывает его лицо руками и говорит Нет, слушай меня, не его Медленно, это кайф И затем начинает хихикать Потом ещё минуты две второй актёр и оператор пытались убедить мужика перевернуть Абеллу И выебать её жёстко Но чел был настолько увлечён ею, что они так и не ускорились Что, блять, со мной не так? Почему я знаю наверняка, о какой сцене идёт речь? Это видео с Абеллой Андерсон и Ребеккой Линарес Они обе были в рождественских нарядах Бля, и конченые люди, которые знают такие, такие, вот такие нюансы из этой пары Это, блять, просто пиздец Тел кончил тёлки на нос и говорит Выглядит так, будто ты мощно чихнула Блять, это свежо Я так орал, аха-ха, с членом в руке В гей-порно Эй, Дэйв, рад тебя видеть, ты такой высокий Ага, я много играл в баскетбол Классический сценарий порнухи Девушка заказывает пиццу, а потом не может за неё расплатиться Она Может, просто останешься, и мы повеселимся? Он Дамочка, у меня работа, которая сама себя не выполнит Я не могу просто так взять и свалить Она У меня есть пивчанский Он Пивчанский? Охуенно! Вписываюсь! Стучит членом по лбу девки Тук-тук, папочка дома Блин, теперь я хочу повторить то же самое в жизни Но не уверен, что смогу вывести последствия Как-то раз один мужчина уговорил меня потрогать его ручного дракончика Оказалось, что это был его член Кто-то за кадром сказал Не выходи из образа Как ты можешь писать такое, не скинув ссылку с тайм-кодом? Не выходи из образа, продолжай Чувак, это было на VHS-кассете в 2004 году, лол Девка в форме Бля, знаете, я очень ору с порнухи В русской порнухе такое раньше было часто В общем, там какой-нибудь чувак на дерьмовую камеру снимает порнуху И там чуваки, которые трахаются, они постоянно смотрят на оператора Типа, типа, как бы что делать? А оператор еще, как будто бы его не слышит, такой говорит Давай ее там Ну, продолжай А он такой, на него Ну ты И продолжай И они это выкладывают Еще вот так же, блядь Мичерлидерши стоит возле дома Или типа, или типа, эээ Или типа, постанай там, ну постанай Давай еще, так, блядь Сома и плачет Мимо нее проходит мужик с бутылкой бухла Чет типа Джек Дэниелсом Почему ты плачешь? Девка, меня не взяли в команду Чирлидерш, потому что у меня слишком большая задница Мужик, реально большая задница Льет ей назад масло из бутылки Оу, фак, у тебя в попке так горячо А ты думал, что там холодно? Кажется, все идет не слишком хорошо Чел, я трахну тебя прямо в зад Девка, но я ей какаю Чел, не, сегодня точно нет Женщина Это уже было, кстати Инопланетянин Не двигайся, или я выстрелю в тебя из своей пушки, которая стреляет секс-лучайми Мужик, нет, только не секс-лучайми Женщина стреляет Мужик, у меня встал Гайз, такое невозможно придумать Я реально потратил свои бабки на то, чтобы взять ту кассету в прокат 20 лет назад у порнухи были свои плюсы и минусы А вообще я тоже хочу пушку, которая стреляет секс-лучайми Телка пыталась угнать спорткар у какого-то чувака Чувак поймал ее, и она спросила, может ли она что-нибудь сделать для него, чтобы он ее не сдал Он предложил ей расплатиться попкой, а взамен пообещал дать тачку Они поебались В конце она просит у него ключи Чел копается в сумке и вытаскивает замок сжигания с торчащими проводами Он угнал эту тачку Ты до конца, что ли, досмотрел? Охуеть, твист Серега такой же, Серега такой же, сколько раз мил порнуху Всегда еле слышно за кадром, кончай давай и тому подобное Плюс был момент, где, видимо, забыли вырезать И баба с девкой советовались с оператором, когда кончать и когда менять позы Я до сих пор понятия не имею, что там было после минета По правде, мне нравится смотреть порнуху из-за сюжета Семейка Анус, 1991 год Пародия семейки Адамс Порнофильмы Пираты и Пираты 2 Любая из порно-пародий Аксела Брауна Круто смотреть фильм, в котором не сцены секса, а реальный, блядь, секс В 2014 году вышло порно под названием «Ночные развлечения», в котором один из актеров надел на лицо трусы и голосом Бэйна сказал Никому до меня не было дела, пока я не надел маску Блядь, погодите, ссылка на это видео есть Блядь Что нахуй просто? Окей Визуализирую След за тем, как ролик развирусился Режиссер залетел на 4chan и попросил аудиторию помочь ему придумать сценарий рофильной порнухи с их любимыми мемасами В итоге фильм был назван любитель мемов Ака знакомства с Бэйнами И это один из самых уморительных и нелепых видосов По сути, вся история о том, как парень приводит домой девушку, чтобы познакомить ее со своей семьей Все они говорят и выглядят как Бэйн Вот цензурированная версия диалога, чтобы вы поняли, насколько это угарно Оля, погоди Па-па-па-па-па Изменено А вот нашел полную версию, без цензуры На 4.48 чекайте маску Бэйна у чела на пенисе Я обычно скипаю всю эту ужасную актерскую игру в порнухе во время завязки Так что это было сказано, когда они уже стартанули Чел долбит телку сзади, а она кричит О боже, снова и снова А потом чел останавливается и выдает Да нет здесь никакого божия И продолжает ее пялить Хэзэ, почему? Ну я тупо вза... Блядь, ебать Знаете, что мне это напомнило? Развирусившийся тикток Развирусившийся тикток звук Те, кто глядят, тикток иногда вспомнят О господи О боже А нет, о господи Не господи, конечно, но тоже это ничего, блядь И под музыку идет Орал Много лет назад я был на выставке, посвященной аниме Там был стенд... А, ну не господи, конечно, но да, я, блядь Ну да-да-да-да-да-да-да-да На котором челы рассказывали, как делается дубляж хентая Они объяснили, что при дубляже актерам дается много свободы Так как хентай и порно вообще Обычно не славятся своими остроумными диалогами Они врубили кусок, в котором была показана разница между японским оригиналом и дубляжом В оригинале парень попросту говорит девушке встать перед ним на колени и умолять его пощадить А в дубляже диалог был примерно таким Он Лай как собака Она Гав-гав Он Мяукай как кошка Она Мяу-мяу Он А теперь кудахтай как курица Девочка дико громким голосом Куак-куак-куак Зрители по полу катались Настолько это было неожиданно и смешно А еще нам рассказали про некоторые секреты звуковых эффектов Как оказалось, чтобы получились мягкие, хлюпающие звуки Звукач совал кулак в таз с салатом из тунца и двигал туда-сюда Мерзость Изменено, походу это был Дэн Грин, дублер Юги из ЮгиОн Он замутил этот видос Ниже в комментах скинули кусок Блять, подожди А, нет, там что-то происходит непонятное Тогда нет, ребята Я думал он просто скажет, типа Кудахты как это Она Мяу-мяу-мяу там и так далее В общем, нет, мы не будем это смотреть Только аудио Фуф, большое спасибо за просмотр Не-не, не бан, но нельзя, нельзя Непонятно, что там происходило на самом деле Может быть в этот момент он ее бил по лицу Неясно, неясно Мы ничего не видели, мы ничего не знаем Непонятно, непонятно Мы, конечно, бы знали, чтобы это такое Но мы не знаем, чтобы это такое, да Вот, не знаю, не знаю, да Субтитры сделал DimaTorzok